Было время, так начал свой рассказ старый генерал Хартнес, когда в моем сердце не было ни любви, ни послушания Богу. Но по великой милости Божьей растопился лед моего сердца, и оно пробудилось к истинной жизни. А произошло это благодаря ребенку, точнее, его преданности и верности Христу. Много лет тому назад я служил в Индии. Это было неспокойное время, время мятежей и убийств. Так случилось, что в моем отряде оказался маленький гарнист. Он родился в нашем отряде. Отец его, исключительно смелый человек, погиб в одной из стычек с индийцами, когда мальчику было 11 лет. Мать не перенесла гибели мужа и спустя полгода тоже умерла. Ребенок был слаб здоровьем, и я не раз говорил себе, что он не сможет вынести всех тягот и лишений нашей военной жизни. Когда была еще жива его мать, она в меру своих возможностей и сил воспитывала мальчика в строгих правилах христианской морали. Неудивительно, что он, став подростком, больше любил молитвенное общение с Богом, чем участие в грубых развлечениях молодых солдат. Это обстоятельство постоянно служило поводом для насмешек и обидных замечаний со стороны последних. Особенно после смерти матери жизнь мальчика стала вовсе невыносимой. Он подвергался постоянным издевательствам и для большинства стал мишенью для обидных насмешек. Так прошло два года. Вилли Холту исполнилось 14 лет. «Однажды наш отряд получил приказ выступить в другое место для проведения учений по стрельбе. Я решил не брать мальчика с собой, считая его слишком слабым. Тем более, что место, где мы должны были находиться, было болотистое, нездоровое. Но мой ординатор настаивал, чтобы мальчик был с нами. «Может случиться непредвиденное», — убеждал он меня. «Хотя солдаты грубо относятся к парнишке и отравляют ему жизнь, однако его мужество и терпение в конце концов могут повлиять на них, и они станут верующими, потому что мальчик поистине святой, сэр». «Я не верю в святых, а еще меньше в их влияние», — возразил я. «Ну, так и быть, пусть едет». В отряде было довольно много новобранцев, и не прошло и десяти дней нашего пребывания на новом месте, как мне доложили о нескольких случаях неподчинения приказу. Время было тревожное, и я решил при следующем нарушении примерно наказать виновного в наседании другим. И вот однажды утром мне доложили, что ночью были уничтожены цели на стрельбище. А это означало срыв очередных учений. Это был очень серьезный проступок. В ходе расследования выяснилось, что сделавший это живет в одной палатке с Виллей Холтом. Все старания выявить виновного остались безуспешны. Тогда под арест были взяты все, и я объяснил им. «Улики доказывают, что виновник ночного негодного поступка — один из вас, стоящих здесь перед нами. Если виновный выйдет и примет наказание, как мужчина, остальные будут свободны. Если же виновный не сознается, будут наказаны все. Каждый получит десять ударов плетью». Наступила мертвая тишина. Минута другая, третья. Вдруг среди солдат произошло какое-то движение, и худенькая фигурка решительно выступила вперед. Это был Виллей Холт. Он подошел и остановился передо мной. Бледное лицо его выражало. Твердую решимость, кроткие глаза смотрели на меня открыто. «Полковник», — произнес он тихо. «Вы дали слово, что если кто из палатки четыре выйдет и примет наказание, то остальные будут свободными. Сэр, я готов принять наказание». На какой-то миг я потерял дар речи, крайне удивленный. Затем, в приступе негодования и возмущения, я обратился к солдатам. «Неужели среди вас нет настоящего мужчины? Неужели вы все трусы и допустите наказание этого мальчика за ваш проступок? Вы хорошо знаете, что он не виновен». В ответ лишь угрюмое молчание, ни слова. Я повернулся к мальчику, глаза его умоляюще смотрели на меня. Чистые, кроткие, умоляющие глаза. Ни разу за всю свою жизнь не оказывался в таком трудном положении. Я знал, что должен сдержать слово. Мальчик тоже знал это и повторил. «Я готов, Сэр». С болью в сердце я кивнул головой. Мальчика повели к месту экзекуции. Оголенный до пояса, он мужественно переносил удары. Один, два, три. После четвертого удара с его побледневших губ сорвался слабый стон. И прежде чем разга в очередной раз опустилась на его спину, со стороны арестованных раздался хриплый крик. И одним прыжком Джим Сайкс, самый отпетый из всех наших солдат, оказался рядом с Вилли. Схватил разгу и прерывающимся от слез голосом закричал. «Прекратите, полковник! Прекратите! Привяжите меня вместо него!» «Он не виноват!» «Я виноват!» И он обхватил тело мальчика, как бы желая защитить его. В полуоборочном состоянии Вилли приподнял голову, приоткрыл глаза и слабо улыбнулся. Какая улыбка! «Нет, Джим, ты теперь в безопасности!» Слово полковника твердо. Голова его опустилась. Он потерял сознание. На следующий день, направляясь в лазарет, где лежал мальчик, я столкнулся с доктором. «Ну, как себя чувствует Вилли?» Спросил я. «Умирает, полковник!» Тихо ответил доктор. «Что?» В ужасе воскликнул я. «Да, вчерашнее потрясение оказалось выше его слабых сил. Я давно предчувствовал, что это кончится плохо. И добавил, как-то странно. Да, он больше подходит для неба, чем для земли. И его добрые глаза подозрительно увлажнились. Я вошел в палатку. Сначала, после яркого дневного света, я ничего не мог разглядеть, только услышал приглушенный шепот из дальнего угла. Постепенно глаза привыкли к полумраку, и мне представилась картина, которая, мне кажется, никогда не изгладится из моей памяти. Умирающий мальчик лежал на постели, а перед ним на коленях стоял Джим Сайкс. Перемена в лице мальчика испугала меня. Она была смертельно бледным. Но его прекрасные глаза сияли удивительным светом. Он что-то говорил Джиму. Меня они не заметили. Стоявший на коленях вдруг поднял голову. Я увидел крупные капли пота на его лице и услышал, как он прерывисто и горячо повторял. — Зачем ты сделал это, парень? Зачем ты так сделал? — Я хотел принять наказание вместо тебя, Джим, — ответил Вилли. — Я думал, что если я сделаю так, это поможет тебе понять, почему Христос умер за тебя. — Христос за меня? — Медленно повторил солдат. — Да, он умер за тебя, потому что он тебя любит. И я люблю тебя, Джим. Но Христос любит намного сильнее. Я пострадал за твой грех, а Христос принял наказание за все грехи, какие ты сделал за всю твою жизнь. Наказание за грех смерть, Джим. И Христос умер вместо тебя. — Христос не знает со стакими, как я, парень. Я очень плохой человек. Тебе следовало бы знать это. — Да, он умер как раз для того, чтобы спасти плохих людей. Он сказал, я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию. — Дорогой Джим, — продолжал он серьезно и терпеливо, — неужели Иисус умер напрасно? — Послушай, он пролил свою драгоценную кровь из-за тебя. Он стучит в дверь твоего сердца. — Неужели ты не хочешь впустить его? — О, ты должен впустить его, и тогда мы снова встретимся. Голос его прервался, и он с любовью опустил руку на склоненную голову Джима. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok